Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Александр Дашко. Александр Дашко — молодой поэт и член Союза писателей России, председатель Совета молодых литераторов Ульяновской области. Мы рады предоставить ему слово. Слушайте стихи Александра Дашко. Мы сидели на старом диване, за окном занимался рассвет. Я думал, а кем же мы станем через год, Через тысячу лет мы откроем секреты Вселенной и забудем о них навсегда. Будет молодость наша нетленна, как в предутреннем свете звезда. Не встрелила в руке сигарета и растаяла во мгле ее дым, Разгадай хоть какие секреты, но не будешь всегда молодым. Наша молодость тает, как спичка, и бледнеет заря за окном наших душ. Сердец перекличка этим белым закончится днем. В синем небе летают планеты, мигает, как лампа звезда, А от синего яркого света на секунду мне сводят глаза. Но я верю, что все неизменно, через год, через тысячу лет, Будет молодость наша нетленна. Будут звезды, планеты и свет. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Александр Дашко. Я молодой поэт, член Союза писателей России. Также являюсь председателем Совета молодых литераторов Ульяновской области и советником министра искусства и культурной политики Ульяновской области. Я неспроста начал свое выступление со стихотворения про молодость. Потому что молодость – это очень важное время в жизни любого человека, а особенно в жизни поэта. Потому что именно в молодости все воспринимается так ярко, все чувства кажутся искренними, свежими и настоящими. И, наверное, задача любого творческого человека, да и не только творческого, а вообще любого человека – сохранить в своем сердце искру молодости, частичку себя молодого, и принести это через всю жизнь, чтобы все чувства были яркими, чтобы мир вокруг казался большим, интересным, чтобы все люди вокруг были близкими и родными. Как вы, наверное, знаете, 2020 год в Ульяновской области был объявлен губернатором Сергеем Ивановичем Морозовым годом молодых. Год молодых пронизывал все сферы нашей деятельности, все отрасли. И, конечно, год молодых не мог не коснуться нашей писательской организации и нашей молодежной организации Совета молодых литераторов Ульяновской области. Скажу буквально два слова о самом Совете молодых литераторов. Эта организация появилась три года назад. В сентябре 2017 года мы, молодые ульяновские писатели и поэты, объединились с целью развития, продвижения своего творчества, с целью реализации литературных проектов, с целью развития литературного процесса в нашем регионе. Хочу сказать, что Совет молодых литераторов это организация федеральная, она работает при Союзе писателей России, и отделение Совета молодых литераторов есть во многих регионах нашей страны, но мы по праву считаемся самым первым региональным Советом молодых литераторов, и очень этим гордимся. Год молодых дал новый импульс, новый толчок для развития нашего Совета молодых литераторов. У нас появились новые люди, новые имена. И, конечно, я очень благодарен за это премией «Первая роса», которая каждый год открывает нам все новые и новые таланты. Большую работу проводит замечательный человек Лариса Михайловна Безденежных, мать организатора, родоначальника, вдохновителя конкурса «Первая роса» Андрея Безденежных. К сожалению, он ушел от нас больше 10 лет назад, но его дело продолжает жить, и премия «Первая роса» собирает вокруг себя каждый год много новых талантливых имен. И с 2019 года, благодаря, опять же, поддержке губернатора Сергея Ивановича Морозова, премия получила призовой фонд, денежный фонд. Она вручается по трем номинациям. Поэзия, проза иной жанр. В каждой номинации победитель получает 30 тысяч рублей. Это хороший старт для молодых писателей. Есть возможность издать свою книгу, есть возможность куда-то съездить в творческое путешествие, есть возможность потратить эту премию для развития своего таланта. Мы решили, что в 2021 году мы помимо трех номинаций будем также вручать гран-при. Гран-при по итогам года молодых в Ульяновской области. Благодаря премии «Первая роса» прошлого года мы открыли много талантливых имен, которые пришли к нам в Совет молодых литераторов и с которыми мы очень подружились. И сейчас наша организация как большая, дружная, литературная семья. Очень хорошо, что люди, которых мы отмечаем премиями, они не теряются. Они не растворяются в потоке событий, они не уезжают в другой регион, они остаются жить и творить здесь. Они развиваются. Одно из основных направлений деятельности нашего Совета молодых литераторов – это работа литературной студии для молодых писателей. занятия литературной студии мы стараемся проводить два раза в месяц на базе Дворца Книги, где у нас есть очень хорошее помещение Ульяновского регионального отделения Союза писателей России, или как мы его называем между собой, штаб-квартира наша. Там у нас два раза в месяц проходит заседание молодежной литературной студии. Задача литературной студии – это поговорить о текстах молодых авторов, чтобы молодой человек, который свои тексты представляет, имел возможность услышать мнение своих коллег по Перу, мнение со стороны, мнение старших товарищей из Союза писателей России, услышать здравую критику, может быть, получить какие-то советы по редактуре, по совершенствованию своего текста. И наша литературная студия работает достаточно успешно, на наш взгляд. Одним из доказательств является то, что в конце прошлого года мы вышли в финал Всероссийского конкурса молодежных ЛИТО, ЛИТОСФЕР, который проводит Союз писателей России. Кроме нас туда вышли еще 10 молодежных ЛИТО из Санкт-Петербурга, где есть одно из старейших ЛИТО России, молодой Петербург, Челябинск, где замечательная Нина Александровна Ягодинцева, поэт и педагог, проводит просто колоссальную работу с молодыми авторами. Она разработала свою систему развития молодых авторов. Также в этом списке есть город Омск, где очень хорошее и сильное ЛИТО под руководством молодого, но уже заслуженного поэта Марии Четвериковой. Также там литературные объединения из Краснодара, Москвы и других регионов России. Для нас это является большой гордостью. Это означает, что мы идем по правильному пути, но всегда нужно совершенствоваться и всегда нужно расти. К нам приходят в литературную студию разные авторы. Мы очень рады всех у себя принимать, приветствовать, обсуждать тексты. И самое главное, что это взаимный процесс. Происходит взаимообогащение. Получает плюс как автор, которого обсуждают, так и те, кто обсуждает. Потому что мы вместе учимся говорить о литературе, мы вместе учимся размышлять о творчестве, о предназначении поэта и писателя. Особенно в наше время этот вопрос является очень актуальным. Что хочу отметить про работу студии. У нас мы обсудили автора на студии. Это не является просто каким-то разовым мероприятием, какой-то разовой акцией, что мы обсудили его и все. И он как бы ушел от нас и больше не приходит. Совершенно нет. Авторы, которые у нас работают в литературной студии, активно участвуют во всероссийских мероприятиях и совещаниях молодых писателей. Об этом я скажу чуть позже, более подробно. И если говорить о литературной студии в контексте 2020 года, и вообще если говорить о 2020 годе, хочется сказать, что он был очень непростым и сложным. То есть пандемия коронавируса внесла очень большие коррективы в работу, наверное, всех отраслей. И мы достаточно быстро перестроились. Как ни удивительно, карантин, который был весной, он не разъединил нас, он нас сплотил. Мы многие наши, то есть мы очень плодотворно работали весной, у нас буквально каждую неделю проходили занятия нашей студии в онлайне, в зуме, в переписке в социальных сетях мы писали, обсуждали произведения друг друга. И когда мы вышли с самоизоляции, вышли с карантина, мы как будто привели вместе много-много лет. Было вот такое ощущение. Наверное, когда люди родственны друг к другу, это очень сильно сближает. Все-таки, наверное, хочется сказать еще и о своем личном опыте в этом году, то есть, что дал 2020 год лично мне, как поэту, как творческой единице. В этом году неожиданно ко мне пришло увлечение переводами. Есть замечательные фестивали «Дверега дружбы», которые проводят Союз писателей России. это фестиваль, который объединяет поэтов трех стран, изначально объединял поэтов трех стран России, Украины и Белоруссии. Сейчас уже присоединяются поэты из Молдавии, поэты из Казахстана, из других стран. Суть этого фестиваля в том, что формируются группы из трех человек, то есть, представители от России, от Украины, от Белоруссии, и они переводят тексты друг друга на свои языки. Итоговое мероприятие проходит на берегу Азовского моря, в Ростовской области, в славном городе Таганроге, тоже очень знаковое для нашей литературы место, потому что это место Антона Павловича Чехова. К сожалению, в этом году из-за эпидемиологической ситуации не удалось принять участие в очном фестивале, но именно в самом процессе переводов я поучаствовал. И сейчас хочу поделиться своими переводами стихов прекрасной белорусской поэтессы Людмилы Кебич очень хорошая поэтесса, известная в Беларуси, возглавляет Гродненское областное отделение Союза писателей Республики Беларусь. И поэтому я прочитаю несколько стихов Людмила Кебича в своем переводе. И одно из них, мне кажется, оно как-то когда я его переводил, когда я его перечитывал потом, оно очень сильно запало в нее душу, потому что на самом деле в прошлом году от нас ушло очень много хороших, талантливых, любимых, уважаемых нами людей, поэтов, писателей, актеров, музыкантов. Вот. И, наверное, вот в среде этого стихотворения обретает новое звучание. Поэты не умирают, когда наступает время, их ангелы забирают, не дав проститься со всеми. Когда уходят поэты, природа хранит молчание, свеча поминальным светом мерцает им на прощание. Грехов не ищи в их душах, стихи это голос Бога, ты следуй ему послушно и будет легка дорога. Но помни, что каждое слово Господь непременно взвесит, поэт из пути земного отправится в путь небесный, путь каждая новая встреча звучит для тебя стихами. Поэты уходят в вечность, но души вечно с нами. И еще одно стихотворение Людмила Кебич, оно наверное внесет весеннюю нотку в наши хмурые морозные январские дни, наполнит нашу душу цветением, оно, кстати, так и называется цветение. Белое цветение расстилает май, лепестков кружением осыпает край, среброзвонный колокол ударяет май и румянит облако будто каравай, смыслом наполняется каждый новый день, мое сердце мается и цветет сирень, входит вдохновение словно благодать, за цветение вьюга буду наблюдать. очень хорошие были оригиналы и мне остается только надеяться, что мой перевод этих стихов не подвел автора и было очень приятно услышать свои стихи в переводе на белорусский и украинский языки, всегда необычно услышать это со стороны. Два года назад у нас вышел вот такой сборник, который называется «Новый венец», сюда вошли произведения 63-х молодых писателей и поэтов Леновской области. Вот здесь они все представлены, здесь их представлены биографии, фото. Очень радостно, что многие из них продолжают сейчас работать с нами, многих из них мы видим, то есть этот сборник он стал отправной точкой для консолидации, для развития молодых авторов. Мы видим, как авторы развиваются, они пишут новые произведения, участвуют в мероприятиях, ездят по России, становятся лауреатами премий. Но здесь собрано их творчество под одной обложкой, и это уже, так сказать, на года, то есть к этому можно возвращаться через пять, через десять лет, анализировать, сравнивать, следить за развитием. И с вашего позволения я прочту вам стихотворение из сборника этого, из своей подборки, которые опубликованы в этом сборнике. Вместо Вместо ветра тумана и холода бабьи лета ты мне подари, пусть красивы, влюбленны и молоды безмятежно плывут сентябри, чтоб на нервном, звенящем, пронзительном, надоевшем до черта ветру, я незваным не стал, недействительным и чужим на знакомом Перу, и мой голос любовью поставленный, с моим сердцем звучал в унисон, город желтый, как будто расплавленный уместился бы мне на ладонь, облетают и кружится медленно, листья желтые в пестрой гурьбе, я так молод, но сердце обветрено лишь одной любовью к тебе. Слишком быстро все тает у меня на виду, путь к убогому раю я по лужам пройду, кто облил соком утро голубые дома, поступил очень мудро и простилась зима, и идет то ли дождик, то ли слезы текут, я вдыхаю до дрожи запах этих минут, я вдыхаю и тает на груди рибкий снег, до убогого рая не добраться вовек. Как я уже говорил, в этом году мне довелось побывать на восточных рубежах нашей Родины, в прекрасном, удивительном, волшебном городе Владивостоке, на фестиваль литературы Тихоокеанской России, Владивосток, конечно, впечатлил. Это Тихий океан, это какой-то невероятный воздух, это сопки, это дома альпинисты, которые разбираются по этим сопкам, как казалось бы, в самое небо, это мосты, это русский Босфор, и, конечно, наверное, такие вещи не забываются, такие впечатления тоже не забываются. Конечно, впечатлил и сам фестиваль, и гости, которые были на него приглашены, это писатель фантаста Сергей Лукьяненко, критик Павел Босинский, писатель Сергей Шургунов, который, кстати, неоднократно бывал у нас в Ульяновске. Конечно, вот общение с этими людьми тоже многое дает, и участие в мероприятиях фестиваля. Удалось рассказать про опыт Ульяновской области в работе с молодежью, удалось рассказать про наших авторов и как-то даже познакомить жителей Приморского края с их произведениями. Но, конечно, хочется сказать, что Владивосток, это Приморский край, это место силы России, это крайняя, восточная, одна из самых крайних восточных точек, дальше уже что? Дальше океан. И вот это осознание этого, наверное, когда летишь 8 часов на самолете, потом приземляешься в аэропорту, видишь эти сопки, долго едешь до Владивостока и внезапно видишь Японское море, и потом стоишь вечером на берегу моря, и внезапно находишь красивую, большую морскую звезду, осознаешь все величие, всю мощь и многогранность нашей страны, а соответственно и всю мощь и многогранность нашей русской литературы, потому что только в такой стране, как наша, могла появиться такая великая литература. Пожалуй, прочитаю еще пару стихотворений. Если я куда-нибудь уеду, заболею или же умру, я тебе как добрую примету поцелуй оставлю на ветру, не скажу ни слова я о боли и о том, как часто щемит грудь, жизнь моя, как выжженное поле, к лесу приведет когда-нибудь Он одет в весенние одежды первых листьев невесомый дым в его кронах радость и надежда под небесным светом голубым. Пусть года идут, как снегопады, а снега сменяется дождем, ни любви, ни радости не надо, мы ее не просим и не ждем. Мы не ждем, когда настанет время, когда будет человек прощен, мы же люди, маленькое время из доисторических времен, оттого не плача, не тоскуя, если я когда-нибудь умру, я оставлю в виде поцелуя добрую примету на ветру. Много сегодня говорил о России, о русской литературе, поэтому такое стихотворение о родине. По весне так ветрено над Волгой, словно страной ураган, с неба смотрит пристально и долго, вниз, голубоглазый мальчуган, облака, безудержные кони, тень оставит, на его челе он заплачет и, конечно, вспомнит, что однажды был он на земле. И дожди прольются над Россией, одарив цветением каждый сад, мальчик вспомнит, как он был мессией, но забудет то, как был распят. Посреди цветения не иначе поменяет жизнь привычный ход, вновь придет голубоглазый мальчик и в руках Россию понесет. Начинается новый 2021 год, который объявлен в Леновской области годом книги и который также продолжается как год молодых. Конечно, у Совета молодых литераторов много больших планов на этот год. Совсем скоро мы запустим межрегиональный конкурс православной молодежной литературы, который будет отчасти посвящен 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Продолжается у нас прием заявок на конкурс первой росы до 15 февраля. Продолжает работать наша литературная студия. Буквально на минувших выходных мы первый раз в этом году собирались, обсуждали стихи Анастасии Мироновой. Раз мы ее рассматривали не как критика, не как прозаика, а как поэта. И новые рассказы Екатерины Богдановой тоже наша звездочка, наши подающие надежды, молодой писатель, в которую мы верим, в ее большое будущее. У нас появляются новые люди, совершенно удивительная молодая поэтесса и молодой архитектор Влада Митрофанова появилась в нашей организации недавно, которая всех буквально удивила своими стихами. Появляются и другие люди, поэты, прозаики. Бывает, что приходят к нам люди, которые сами не пишут, но хотят поговорить о литературе, хотят послушать просто и как-то приобщиться к творчеству, к молодой литературе, вообще к литературному процессу. Такое у нас тоже практикуется. У нас в планах активное участие в культурной повестке нашего региона. Мы готовим большую молодежную программу на Всероссийскую выставку, ярмарку, Симбирская книга, которая будет в апреле. Мы активно всегда включаемся и в Гончаровские дни, и в Пластовскую осень, и в другие крупные мероприятия. Потому что, как я еще раз хочу повторить, писатель, поэт, а тем более молодой писатель, молодой поэт, он не существует вне пространства, вне социальных каких-то процессов, вне культурных процессов. Поэт и писатель всегда остро отзывается и реагирует на все происходящее вокруг. Наверное, в этом есть одна из важных задач творческого человека, найти отражение реальности в своих стихах и просто увидеть под своим необычным поэтическим углом, осознать ее понятие, рассказать об этом своим читателям. Ну и в завершении своего выступления я хочу прочитать свое программное стихотворение, которое было написано очень давно, но с годами лично для меня оно не теряет своей актуальности. Погода за окном как раз-таки мне кажется этому стихотворению соответствует. Граненый лед моим растоплен жаром, дыханием, касанием простым, смурное небо старым самоваром пускает серый в клочья рваный дым, а мне быть чай, какая незадача, у Бога видно кончилась вода, растоплен лед, но снег кряхтит как кляча, увы, борьба, удел наш навсегда, идти в пургу, пусть даже на удачу, споткнуться, поскользнуться и упасть, быть может кто-то, все же выдаст сдачу за эту неразмененную страсть, тогда какой-то голос незнакомый меня вдруг спросит, будто невзначай, ведь хорошо, что в пору туистомы на небесах не пил ты с Богом чай, и я пойму, что падал я недаром, с души сдирая кожу, а пока смурное небо старым самоваром пускает серым дым облака. Дорогие друзья, я искренне благодарю вас за внимание, читайте хорошие книги, участвуйте в наших мероприятиях, мероприятиях года книги, года молодых, вдохновляйте и вдохновляйтесь. Всего вам самого доброго, светлого, хорошего, а самое главное берегите себя. благодарим Александра Дашко за участие в нашей программе. Действительно, Совет молодых литераторов Ульяновской области проводит большую работу и дает возможность раскрыться молодым талантом. Хочу добавить, что в журнале «Симбирск» номер один за 2021 год будет опубликовано интервью с Александром Дашко. А в последующих номерах мы по-прежнему будем публиковать рубрику «Молодые голоса». Читайте журнал «Симбирск», знакомьтесь с нашими молодыми авторами. Всего вам самого доброго, дорогие друзья! gua «Симбирск»